Директор Центра физической культуры и спорта Восточного округа города Москвы Денис Панкратов вместе с представителями Минспорта Республики, а также помощником руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы Альбертом Челеевым побывал в Жирасском районе, где строится горнолыжная трасса вблизи селения Арамхи. «Я помню ваш успех на Олимпийских играх. Такое не забывается и остается в памяти. Это вызывает уважение», — отметил Муса Челеев. «Молодежь стремится к высоким достижениям в спорте. И такой человек, как вы, когда приезжает в республику, рассказывает молодежи о возможностях. Вы проинспектировали строящийся объект, один, вы собираетесь второй. Высказав свое мнение, конечно, вы таким образом нас поддерживаете. Как спорт республики, так и, я думаю, в общем, молодежь. И вы знаете, что в нашей республике для молодежи очень нужны такие авторитеты, как вы, общение с такими, как вы. И мнение ваше, оно таким очень серьезным рубцом засядет в сознание молодых людей, которые будут стремиться быть похожими на вас». В беседе с председателем правительства Денис Панкратов отметил, что на сегодняшний день хороших спортивных баз в условиях высокогорья в стране нет. Спортсмены вынуждены уезжать для тренировок за пределы России. «Центр подготовки перемещается за границу, что невыгодно государству. Если сегодня Ингушетия сумеет создать горной части республики современную спортивную базу, было бы выгодно всем. Мы заинтересованы в том, чтобы спортивным состязанием готовиться дома. Если в Ингушетии построят горно-лужную трассу, соответствующую мировым стандартам, конечно же, сборная России сможет проводить здесь тренировки», заявил Денис Панкратов. «Мы готовы поддержать вашу идею», – сказал Мусач Илеев. «Наши стремления направлены на создание спортивных сооружений, где могут трениваться спортсмены. Глава республики Юнус Бек Кевкура выразил вам благодарность за приезд и просил передать добрые пожелания вам перед отъездом в командировку. Мы готовы создать все условия, чтобы здесь, в горной Ингушетии, готовились к спортивным состязаниям члены Олимпийской сборной России. «Необходимо отметить, что наряду с созданием инфраструктуры для развития туризма, усилия руководства республики направлены также на строительство спортивных сооружений», – отметил Мусач Илеев. После встречи Денис Панкратов ответил на вопросы журналистов. «Я здесь первый раз побывал, посмотрел, действительно убедился, что каждая республика друг на друга не похожа, и Ингушетия оставила самые лучшие воспоминания, самые лучшие впечатления. Поэтому я думаю, надеюсь, что еще вернусь, потому что пригласят». «Или что понравилось, на что обратили внимание?» «Горы не могут не нравиться, может быть, люди, которые в них живут, не видят этой прелести. Нам, людям городским, конечно, это все всегда впечатляет. Что касается туристических маршрутов, не знаю, не специалистов в этой области. Что касается профессионального спорта, то есть перспективы для того, чтобы здесь развивать и эту часть туристического бизнеса. То есть здесь вполне возможно использовать то, что вам дано природой, использовать для того, чтобы все мы чувствовали себя лучше, чтобы все мы испытывали гордость за нашу страну, то есть для подготовки профессиональных спортсменов. Это возможно». «Вот то, что вы увидели делать горнолыжная трасса, можно уже представить себе, что Ингушетия способна построить такие объекты?» «Ну, я также знаю, что наши горнолыжники, опять-таки, в силу того, что у нас, ну, практически за исключением Чигета, ничего нет для подготовки горнолыжников, они используют в основном Альпы, да, то есть они вынуждены уезжать. Я знаю, что в летний период люди уезжают даже в Чили, то есть просто, ну, в силу своей предыдущей работы знаю о том, что есть такие проблемы. Огромные деньги, неудобства, маленькие команды могут себе это позволить. Естественно, если Ингушетия, опять же, построит горнолыжный курорт, соответствующий мировым стандартам, и сборные России могут готовиться здесь, то это было бы замечательно. А уж тем более у нас Олимпиады в Сочи». Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия». Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия»